Всем привет! Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто работает с паяльником. Сделаем сегодня рабочее место для паяльника. Более удобную станцию или как ее назвать, не знаю. В общем, давайте посмотрим, что у меня сегодня получится. Погнали! Есть у меня вот такая вот подставка под старый паяльник, вся ржавая. Здесь есть вырезы готовые под паяльник. На самом деле не очень удобно так. И сегодня мы что-нибудь придумаем, чтобы было более удобно, более комфортно. И вообще попробуем привести ее более-менее в порядок. Для внутренней обработки воспользуемся вот такой вот штуковиной. Ни в коем случае не делайте так, как я сейчас сделал. Это неправильно. Я уже убедился. В общем, придется довольствоваться напильником и наждачкой, чтобы хоть маленько очистить внутри. Теперь возьмем вот такую пружину от стиральной машины и присобачиваем ее куда-нибудь. Еще одно отверстие здесь нужно сделать. Теперь берем такой болт и прикручиваем его сюда. Почти что все готово. Осталось просверлить вот здесь отверстие маленькое. Даже можно парочку. Вот они отверстия. В принципе все готово. Осталось все прикрутить. Ну вот такая вот штуковина. Из пружины я сделал держатель для паяльника. В принципе по диаметру может быть разный. Ну по размеру. По размеру может быть разный. Подойдет довольно-таки любой. И внутри сделал такую вот. Теперь олова не будет никуда убегать. Оно всегда будет на одном месте. Кто паяет, тот знает, что бывает, что он валяется. Фиг пойми где. Приходится его искать. Теперь оно на месте. Ну а эти прорези можно оставить для того, чтобы сматывать паяльник. То есть провод смотал. В принципе он хорошо держится и не мешает. Вот и все, что я хотел сегодня вам показать. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если вам не понравилось что-то, напишите комментарий. И конечно же подпишитесь на канал. Поделитесь этим видео. Может быть кому-то это будет полезно. Ну а сейчас всем пока. До скорой встречи. До скорой самоделки. До скорой встречи.